мы идем и нас сопровождает запах свежей скошенной травы он напоминает не родной сенокос это очень здорово ну что ж дорогие дубровичи мы с вами сейчас находимся на святой горе и недаром я вам сказал что не случайно я все называю святым да слово святое слово свет это одно коренные слова то есть мы понимаем что все что мы называем святым то что мы называем светом да то есть она все связано с солнцем она все связано с жизнью и собственно говоря мы сейчас здесь пришли к кумиру святовида который находится на севере если мы будем смотреть по отношению к свету когда устанавливался этот чур вы знаете да что такое чур чур то есть это столб посвященный предкам сделаны из дерева на котором мы видим лик божества который также является нашим предкам и чтобы для чур на руси использовалось дерево либо либо ставился камень самое разнообразное дуб использовался ясень использовался сосна могла использована быть то есть деревья использовали самые разнообразные для больших чур и когда естественно вот всегда такие действия они сопровождаются какими-то кудесами кудесами этот как раз о чем вы говорили то есть это какие-то волшебные явления которые вроде бы очень простые но тем самым тем не менее все равно они кажутся волшебными когда привезли чур святовида прежде чем ставить пошел удивительный дождь этот дождь был розового цвета то есть это был дождь который шел понятно в закатных лучах но это были такие вот светлые светлые капли действительно вот вся природа радовалась тому что здесь будет установлен вот этот светлый чур который мы будем славить который проявляет собою как раз вот эти горы которые являют собой великих защитников я потом посмотрю вот какой сейчас свет сможем ли мы увидеть витязи который появился в этих горах мы все его увидели такой дед который опирается на посох мы его все увидели в этих горах для этого нужно конечно своеобразное освещение и я хочу сказать что световидом под световидом понимался понимался весь вот весь свет что мы видим световид то есть светлый вид понятно что мы все видим благодаря нашим глазам да вы согласны что мы видим глазами а мы видим почему благодаря чему мы все видим вообще ну благодаря свету представьте себе что мы бы видели с вами так как видят рентгеновские аппараты вот мы с вами вы сейчас вы видели перед собой очаровательный скелет кота который бы стоял лязгал так вот челюстью и вещал на вам а передо мной сидела бы куча очаровательных скелетиков и я вам рассказывал ребята вот эта гора вы говорили клятся своими черепушками да 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 такие были все симпатичные и тут бы я бы вам сказал ребята вы знаете о том что я вот вижу вас глазами вы мне сказали какие глаза мы не знаем никаких глаз мы вот видим все вот видим камни видим скелеты видим все то вот в этом рентгеновском озвучение а я бы сказал что если видеть это все в солнечном свете что у вас глаза у всех разного цвета у меня сказали ой забираешь код баюн мы знаем вот там у дашки у нее вот такие глазницы большие в черепушке вот у женьки у него зубы вот как у лошади то есть вот вот это мы видим а кстати почему нет у лошади очень хорошие зубы ну так вернемся все-таки мы к световиду видим передо мной сидят эти очаровательные скелеты и я говорю а у вас волосы разного цвета они тоже слушают нас чем 8 я говорю видите какие красивые перья у этих орлов а вы мне говорите а вы мне говорите ничего мы не видим мы видим скелета летающая и представляете вот теперь вы все раз по мгновению волшебной палочки все стали видеть видеть цвета все видите в свете видите святой вид видите все вокруг а я вам говорю ребята если вы о ком-то плохо подумали то у него вот в душе рано что вы мне скажете а мы не видим а если вы плохо плохое слово сказали то у человека прямо в его вот в этом в пространстве в его поле у него как вот рано как дыр а вы мне что скажете а мы не видим поэтому поэтому мои друзья свет он многолик поэтому световидом понимали весь этот мир мир который мы с вами видим и мир который мы с вами не видим он все равно светлый и в этом уже невидимом мире живет и леший счастья тебе леший радости и любви слава лешему слава лесу велесу слава ура 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 разговаривать громко можно только на полянке а вот если находишься в лесу леший любят когда полушепотом как-то вот так вот говорят уважение вот если вы зайдете правильно скажете поздоровайтесь с лешим вы не заблудитесь ни в каком лесу 8 орлов прилетело представляете 8 это значит сила это мощь на какой мощный знак и поэтому мы с вами сейчас можем восславить этих орлов простой руны вот я вам сейчас покажу как руны рождаются они рождаются прямо здесь сейчас я буду запевать а вы будете вторить вот так вот руны рождаются мы восславим святовида светлый бог светлый бог светлый бог светлый бог на средине великих дорог на средине он дарует потоке отсца он даруя потоке отсца живом атушке ладно сердца Живо, Матушки, лады сердца, Светови, освети ясен путь, Светови, освети ясен путь, Укрепив нас ворожей чей суть, Укрепив нас ворожей чей суть, Проясни наши мысли во свет, Проясни наши мысли во свет, Сохрани нам движения вет, Сохрани нам движения вет, Слава Святовиду! Слава Святовиду! Вот у нас прямо с вами руна родилась, Потом я слова запишу, и ее будут все петь. У меня реально была такая ситуация, Мы пришли в школу, а мне говорят, Кот Баюн, а можно мы хотим тебе исполнить Древнюю-древнюю руну? Я говорю, конечно, исполняйте. Вот, говорит, это древняя руна, Которую пели уже тысячи лет. И знаете, что они запели? Угадайте с двух раз. Восходи наш Бог! А есть даже книга, где написано, Вы подули мугоше, Эта руна была найдена при раскопках Под Нижним Новгородом. Я хотел написать автору, А скелетик кота там не нашли, рядом. Это меня очень радует, Потому что они становятся народными. Ну, ты же тогда расскажи, Кто эти руны. Воссоздал, вспомнил и записал. Какие? Восходи даже Бог! А тот же, кто сейчас стоял, здесь сыпел. Не, ну вы все поняли, нет? Да. То есть вот приходит кот, Когда-то, может быть, тысячи лет назад она была. Но ее забыли, потеряли. А он приходит, И как какой-то приемник, радиоприемник, Вдруг, вот как сейчас стоит, Включается и поет ее. А главное, не думать ничего, Вот в этом потоке стоит, Не думать, не бояться, Что рифма там не будет, Или что-то, ритм сбьется. Это батюшка световид. И вот я, единственное, что хочу сказать, Что вы поняли, да, Что световид, это световид. То есть вот весь вид, все, что мы видим, Света, это свет. То есть это, смотрите, вот, Сварок, он, Создал, да, сотворил этот мир. Мы сегодня были на обряде первене, да, Род, он зачал этот мир. То есть, Начинает какое-то движение. Сварок уже все сварганил. То есть уже сотворен этот мир. А световид, это этот мир, который вот, Сварганин, он предстает перед нашим видом. Вот все оно, яблоки, Вот, Владимир, князь, Вот, Евгения, княгиня, Чур, Световидов, Кот, Баюн, Вот все это, все это, Вот небо, орлы. Орлы. Да, не летели на голову. Нет, один. Нет, один остался. Один остался. Они нас поприветствовали, послушали. А сейчас они что-то обедут. Они тоже поют. Они собрались всех рук, И орлы и так поют. Знаете, они на своем орловском языке. Поэтому, единственное, что потом будет вам интересно, Почитайте про остров Руян. На острове Руян сегодня это остров Рюген. Белый остров, это современная Германия. Раньше расположен был остров Руян, Где жили руяне, соответственно, То есть славяне. И там стал мощный храм Световида. И наши воины выходили под красными, Под алыми курсами. Их боялись все, Потому что они были очень мощными воинами. И вот про этот храм, я думаю, Вам обязательно расскажет Алексей. Потому что он сегодня вечером придет к парням, Заниматься историческим фехтованием. К женщинам придет сегодня ясно. Поэтому это будет у нас вечером. А потом опять у нас вы будете... Девочки все-таки должны у нас вышивать крестиком, А мужики должны махать отбойными молотками. А вы, дедушки, А вы, звездочки, О, зеленый сад, Спелый виноград. Давайте у нас будет слава Роду, Слава Родине, И вот слава Световиду. Давайте скажем... Слава Световиду! Слава, слава, слава! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ